Инфа для тех, кто хочет сэкономить на играх, сайт gamersclub.org наконец-то в открытом доступе и раздает бешеные скидки. К примеру, GTA 5 есть шанс выбить всего за 199 рублей, которая стоит 1500 в стиме. Если же GTA у тебя есть или ты не знаешь во что еще можно поиграть, то тут есть очень годные кейсы, с которых выпадают дорогущие игры абсолютно каждому без исключения. Я бы сказал, что это рай для геймера, ну а ссылка на него в описании. Привет всем любителям проверять на прочность игры серии Fallout. Как я это уже неоднократно говорил, третья часть серии, несмотря на все ее противоречия, лично мне очень нравится. Одной из главных жемчужин этой игры является квест в Tenpenny Tower, где несмотря на благие намерения главного героя, все происходящее может пойти немного неоднозначно. Сегодня я решил посмотреть, а что будет, если уничтожить одну из сторон еще до взятия квеста. Каким образом игра подстроится под такой стиль игры и что произойдет. Но давайте пройдемся по порядку. Не забывайте ставить ваши ядер лайки, подписываться на канал и теребить колокольчик. Приятного просмотра. Для начала хочется пройтись по некоторым вещам, которые я уже показывал в своих роликах. Дело в том, что с Tenpenny Tower связан еще один квест. Это уничтожение мегатонны и сдача квеста мистеру Берку вместе с Tenpenny. В роликах этого формата мы уже смотрели и на то, как выглядит атомный взрыв прямо изнутри печального городка, и тестили, что будет, если уничтожить мегатонну после уничтожения самого Алистера Tenpenny. В последнем случае ничего такого не произойдет. Мистер Берк будет прекрасно уживаться и с гулями по соседству, поэтому сдать ему это эпичное задание будет проще простого. Кроме того, как оказалось, если убить мистера Берка до получения задания, то активировать атомную бомбу по понятным причинам не получится. У игрока не окажется в инвентаре специального устройства и все пойдет крахом. Однако, если получить миссию у Берка, а затем убить его, то квест можно будет считать немного проваленным. Появится окошечко, где будет сказано, что получить награду теперь не получится. Поэтому идея о том, чтобы убить вообще всех, активировать атомный заряд, подорвать его и ждать какого-то еще одного персонажа оказалась провальной. Но, в целом, я сегодня и не для этого расчехлял Fallout 3. Мем про то, что в игре должна быть возможность убить всех в деревне, существует с самых 90-х годов. Примерно там же, где есть желание отечественных разработчиков сделать игру с бесшовным миром. Но, как мы помним, в Тенпене нет неубиваемых персонажей, эти герои не нужны для основного сюжета, и потому Бефезда не стала делать их бессмертными. И тут меня посетила мысль, а что если убить всех в Тенпене Тауэр, и только потом встретиться с Роем Филлипсом? Ведь он нас не знает, как минимум должна появиться в диалоге его фраза с удивлением. Давайте затестим. Чтобы сделать все наверняка, убиваем мистера Берка еще в Мегатонне, а затем отправляемся в Тенпене Тауэр, где с особым цинизмом раскидываем всех врагов, при этом не забывая думать о хорошем. Покончив с последними двумя жителями башни, мы можем наблюдать в левой части экрана, что у нас появился квест. Открыв список заданий, удивляемся. Поговорите с Роем Филлипсом. Это очень странно, ведь главный герой пускай и видел Филлипса возле интеркома перед входом в башню, но такой задачи перед ним не стояло. Ладно, можем оправдать это тем, что услышав привлекания начальника охраны и Роя, главный герой просто сам для себя решил уничтожить всех гладкокожиков и сделать такой вот подарочек Гулем. Отправившись в метрополитен и встретив Роя, ничего необычного не произойдет. В диалоге появится вот такая строчка, на которую Гуль скажет следующее. Будь я проклят. Серьезно? Отличная работа. Я уже готов был спустить диких Гулей на этих ханжей. Но теперь без этого можно обойтись. Если вернуться в Тенпенни Тауэр, то там буквально сразу же будет огромная ватага людей с кожными заболеваниями. Жизнь удалась. Решаем сделать все абсолютно иначе. Сначала замочим всех Гулей, а потом пойдем к интеркому и услышим фразу, которая стала мимом на моих стримах. Вот как. Как мы можем помнить, внутрь нас могут впустить только если убедить, что мы что-то стоим. Но что если сказать Густаво, что мы уже завалили и Роя Филлипса и его банду? То может нас сразу же впустят? Давайте затестим. Убиваем Роя Филлипса прямо здесь, перед вратами в Тенпенни Тауэр. Затем отправляемся в метро и убиваем сперва Гуля в шлеме, а затем и женщину Филлипса. После чего у нас опять же появляется инфа о квесте. И снова доложите Густаво, что Гули мертвы. Очень странное решение, ведь если с Роем Филлипсом мы еще можем пообщаться перед входом в башню и хотя бы узнать его имя, то вот имя Густаво, да и вообще его желание уничтожить Роя и еще его друга с женщиной, мы определенно не можем знать. Возвращаемся к Тенпенни Тауэр, слышим стандартные диалоги и не видим ни одной строчки с тем, что мы уже уничтожили врагов жителей Тауэра. Обидно. Ну а попав внутрь, нас ждет стандартная фраза от Густаво. Не думал, что в тебе это есть. Наверное ошибся. Молодец. Мне теперь на сердце легче стало, когда чертовых Гулей больше нет. Спасибо. Блин, это очень странно, ведь мы с ним даже не общались. Если в первом случае хоть как-то можно было притянуть все какой-нибудь логике, то здесь игра просто показывает какую-то глупость. Представьте, вот вы шаритесь по метро и даже слыхом не слыхивали о Тенпенни Тауэр. Видите добрых Гулей, но отыгрываете какого-нибудь идиота, который без разбора валит вообще всех. Убиваете этих персонажей и тут появляются сообщения, будто вас уже где-то знают и так далее. Недоработочка, товарищи разработчики, недоработочка. На этом точно можно поставить жирную точку с этим квестом. На канале имеется и его разбор, и уже несколько выпусков формата «А что если?». Fallout 3 продолжает притягивать меня, чтобы я в него понажимал и что-то там поделал. Хорошая все-таки игра. Ну а на этом можно закончить видео. Если у вас есть какие-либо предложения о том, что можно протестировать в играх серии в следующих выпусках, то обязательно пишите об этом в комментариях. Конечно же не забудьте поставить свои большие мутировавшие пальцы вверх и подписаться на канал. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока.